Налоговый режим для самозанятых в России действует уже почти год. В целом по стране, по данным ФНС, зарегистрировано уже более миллиона самозанятых граждан. В плюсах и минусах этого налогообложения разбирался Егор Китаев. На данный момент проект действует уже более чем в 80 регионах России. С начала эксперимента, то есть с 2019 года, самозанятые зарегистрировали доходы в более чем на 130 миллиардов рублей и уплатили налогов на сумму 3,5 миллиарда. Самозанятые были всегда, правда так их стали широко называть лишь после того, как их деятельность решили регулировать на законодательном уровне. А именно заставить платить налоги. 4% с физлица и 6% с юридического. Это те, кого вы знаете как мастера по ноготочкам, грузчики, бухгалтеры, программисты и ремонтники. Те, кто раньше просил им заплатить наличными за их услуги небольшие, а сейчас государство им предложило возможность обидеться, как сейчас говорят, законом платить небольшие налоги и спокойно выполнять свои работы. Более того, раньше многие самозанятые не могли работать с юридическими лицами, потому что не могли выбивать чек, ну по бухгалтерии, в общем, было неприятно. Сейчас самозанятые могут выбить чек и спокойно работать с юридцом. Попросту говоря, таким образом ФНС вывела доходы определенной группы граждан из тени. До конца 2024 года планируется достичь отметки почти в 2,5 миллиона самозанятых. Но специалисты считают, что план будет достигнут раньше и перевыполнен. Государство обещало не повышать ставки как минимум до конца 2029. Всего по стране ожидается, что на следующий год будет 2 миллиона самозанятых. Например, в Свердловской области 60-100 тысяч уже зарегистрировалось. В Москве Яндекс за один день 50 тысяч самозанятых зарегистрировал, своих водителей. Он просто подал документы массово за всех. В Воронеже плюс область плюс соседние регионы вместе с Липецкой примерно 100-200 тысяч человек к началу года. Из плюсов на самозанятых работа в белую и небольшая ставка по налогу. Для государства это тоже выгодно, ведь раньше в ФНС и вовсе не поступали эти средства. Но есть ряд минусов. Во-первых, не идет пенсионный стаж. Взнос можно сделать только добровольно. Кроме того, минус будет в том, что всех, кто хоть раз засветил свой доход в качестве самозанятого, а потом перестал им быть, они под колпаком у налоговой останутся. То есть, по сути, самозанятые это один раз, но навсегда. И за тобой постоянно будут наблюдать и контролировать. Кстати, налог на самозанятость не новый для некоторых других стран. Но в каждой есть свои особенности. Например, в Великобритании все люди, работающие сами на себя, априори являются индивидуальными предпринимателями. Они должны зарегистрироваться в налоговой службе и получить статус «self-employed», то есть самозанятых. Уплата налогов осуществляется дважды в год. При этом подоходный налог у самозанятых такой же, как и других категорий граждан – 20%. Если доход не превышает 31 тысячу с лишним фунтом в стерлингов. В США система схожая. Американцы платят чуть более 15% от всего дохода. Кстати, в соседней Беларуси самозанятость появилась еще в 2017 году. Основные отличия зарубежных схем налогообложения от российской следующие. В России можно зарегистрироваться в качестве самозанятого с помощью мобильного приложения. Тогда как в других странах необходимо посетить налоговую службу. Также в других странах ставки по налогу намного выше. Правда, будет ли так всегда неизвестно. Ведь система подобного налогообложения в России все еще находится в тестовом режиме.